Добрый день, уважаемые друзья, дорогие коллеги. Мы сегодня проводим расширенное заседание Комитета по правовым вопросам Координационного центра национального домена в сети интернет и поставили перед собой задачу рассказать и, в общем-то, показать, наверное, поскольку презентация планируется, о некоторых вопросах, которые на сегодняшний день нам кажутся актуальными. Вернее, спикеры предложили нам определенные темы, которые мы уже обозначили в рекламе нашего заседания, и мы сочли, что это действительно интересный вопрос, который стоит того, чтобы их рассмотреть, чтобы их обсудить. У нас первым вопросом заявлена проблематика потребительского терроризма. И здесь, конечно, очень много вопросов. Мы это обсуждали на Казанском цифровом форуме, но решили, что Максим Али еще раз расскажет нам эту тему, потому что она на самом деле требует более широкой аудитории, нежели у нас была в прошлый раз. И действительно, здесь сегодня очень много вопросов. И вот я недавно буквально на днях прочитала новость о том, что... Она звучала очень так кликабельно. Юная россиянка может сесть на 10 лет в связи с использованием бага. Когда начинаешь читать про что же и почему же юная россиянка это сделала, выясняется, что девушка... Ну, в общем-то, не сказать, что юная, когда считаешь такие названия, думаешь, что она 13-летний, 14-летний подросток. Нет, 23 года. Девушка достаточно взрослая, осознавала, что делала. Она зарегистрировалась на Уолберс и увидела, что у нее в корзину те товары, которые она откладывает, они сразу получают статус оплачена. То есть она не оплачивала ни рубля, но при этом могла получить товары. Она сделала это несколько раз, потом вошла во вкус, и в итоге получилось так, что она приобрела, в кавычках, естественно, товаров на миллион с лишним рублей. Потом заинтересовались ей службы безопасности Уолберс, и, в общем-то, сейчас действительно дело передано, ей грозит уголовная ответственность. Ну вот здесь, на самом деле, называется, игрушки кончились. Действительно, речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. И здесь уже потребительский терроризм, конечно, он, в общем-то, не может быть рассмотрен как простая шалость, и даже вот указание на то, что это юная россиянка, там они очень юные, зрелые россиянки, как бы оно не влияет на факт совершенного правонарушения, как бы и однозначно здесь, в общем-то, ожидаемой является уголовная ответственность. Но у нас на сегодняшний день масса дел, которые, в общем-то, не доходят до уголовной ответственности, останавливаются гражданской правовой, может быть, административной, и они, в общем-то, вызывают очень много вопросов, и достаточно бурное обсуждение, кто виноват и что делать. И по поводу этого как раз будет доклад Максима Али, партнера, руководителя практики интеллектуальной собственности компании Comply. Максим, вам слово. Марина Александровна, спасибо большое. Сейчас, одну секундочку, я расшарю презентацию. Надеюсь, все будет хорошо видно. Итак, да, действительно, поговорим про потребительский экстремизм и поговорим о нем в таком контексте, что на самом деле грань между потребительским экстремизмом, между нарушением законодательства как стороны потребителей, как стороны компании, она бывает призрачной. И мне кажется, вот тот пример, который Марина Александровна привела в начале, он очень показательный, потому что мы, когда столкнулись с большим активным развитием электронной коммерции, перед законодательством появились вызовы, которых не было в такой классической торговле, потому что роль технической ошибки, она в силу эффекта масштаба действительно очень сильно возрастает. И, собственно, о вопросах технических ошибок, и на чью сторону должен вставать суд, на чью сторону он вставал, а мнения, как мы сейчас увидим, они разделяются, мы поговорим. К тому же, если вообще посмотреть на весь, как бы, масштаб, на масштабы споров с потребителями, то они достаточно высокие, большие, потому что, к примеру, там в год больше 60 миллиардов рублей – это суммарно стоимость всех исков, которые заявляются потребителями. Да, это, конечно, мы говорим сейчас не только про электронную коммерцию, мы должны помнить, что нарушение потребительского законодательства со стороны, например, бизнеса – это и потребительский штраф, это и крупные суммы не стоят, и в конечном счете это достаточно могут быть крупные суммы, если мы говорим особенно про какие-то товары длительного пользования, автомобили, квартиры и все такое прочее. Ну, собственно, перейдем к делу, к тем спорам, про которые я хотел рассказать. Первое дело – это дело Рольфа, дело, в котором клиент автодилера смог купить, точнее, зарезервировать, скажем так, автомобиль за 95 тысяч рублей. Именно такая цена была указана на сайте. В чем предыстория? На сайте дилера можно было оформить заказ на автомобиль, сразу внести деньги, при этом были определенные условия выложены на сайте, которые говорили о том, что заключается предварительный договор купли-продажи автомобиля. Увидев, что кроссовер, причем достаточно богатая комплектация, продается за такую цену, ну, там, явно, там, в десятки раз ниже своей рыночной цены, потребитель оформил заказ, деньги у него списались, но, как мы выяснили, в дальнейшем речь шла про холдирование денег, но потом вернулись, и продавец отказался продавать автомобиль, сказав, что автомобиль уже продан другому лицу, и отказался заключать договор о основном купли-продаже. Особенно договор о купли-продаже. Собственно, это и привело сторону в суд, потому что потребитель считал, что он может требовать заключения договора. Суд первой инстанции встал на сторону потребителя. Причем, что интересно, суд первой инстанции в тексте решения констатирует здлоупотребление с обеих сторон. С одной стороны, он говорит, что неправ дилер, который, с одной стороны, получил деньги и зарезервировал автомобиль, а с другой стороны, продал его кому-то еще, и пытается отказаться от их обязательств, которые были приняты им в онлайн-режиме. С другой стороны, суд даже констатировал злоупотребление со стороны истца, который понимал, что цена за автомобиль является нерыночной. Это достаточно интересно, на самом деле, такой, мне кажется, немножко противоречивый внутренний вывод, потому что если обе стороны злоупотребляли, то по-хорошему отказать нужно было всем в их притязаниях, в том числе и истцу. Но, тем не менее, суд удовлетворил иск, и суд руководствовался принципом истопель. Суд руководствовался тем, что если сторона, в данном случае дилер, давала основания полагаться на то, что договор заключен, в том числе списала деньги и все такое, то тогда речь о незаключенности договора идти не может. Но на этом не остановился потребитель, не потребитель, прошу прощения, а автодилер, он пошел в апелляцию и успешно обжаловал. И если мы посмотрим определение апелляции и касации, то мы увидим, на самом деле, достаточно много разных мотивов, почему суды не согласились с потребителем. Ну, то есть они здесь явно пытались с помощью разных инструментов скорректировать вот ту несправедливость, такую явно ощущаемую в этом деле, скорректировать уже в пользу дилера. И эти основания, они, ну, как будто бы, каждая из них сама по себе может быть, даже часто сама по себе основанием отказа в иске. Итак, о чем же шла речь? Ну, во-первых, суды обратили внимание, что в предварительном договоре купли-продажу был автомобиль с комплектом 2 номера. Именно этот автомобиль, он уже был продан. Соответственно, возможности исполнить договор, по передаче автомобиля у дилера не было. Здесь, конечно, хотелось бы увидеть какие-то рассуждения суда на тему, там, невозможность исполнения экзайст, для чего-то это прекращение, что это произошло явно по вине автодилера. Но этого не было. Это было просто сказано как факт. Но если развивать эту мысль, то как будто бы в таком случае действительно потребитель должен был рассчитывать на убытки, но не на понуждение к исполнению основного договора и заключения к его. Далее суд обратил внимание на то, как сформулированы условия вот этой оферты, которая опосредовала заключение предварительного договора купли-продажи. В частности, суды обратили внимание, что подтверждением заказа является получение клиентам от дилера подтверждения платежа и чека, а чека не было. И более того, автодилер предоставил доказательства, что было халдирование денег, и халдирование было отменено. И халдирование – это как бы не оплата. Это на самом деле тоже достаточно интересный подход. Не так часто проблемы халдирования денег на банковской карте встречаются в судебной практике, но системно из решения складывалось такое впечатление, что действительно халдирование как оплату суды и апелляционные кассационные инстанции не рассматривали. Плюс был процессуальный аргумент, что скриншоты сами заверены, то есть вообще у нас недопустимое доказательство оказалось в деле, и что естественно употреблял правом и понимал реальную цену автомобиля, там порядка 2,5 миллионов рублей стоит такой автомобиль, поэтому он злоупотреблял. То есть по сути мы видим несколько самостоятельных оснований, начиная от процессуальных, что нет доказательств, там в виде скриншотов в деле, то есть суд не вправе было их принимать. Далее мы видим аргумент в пользу злоупотребления, который сам по себе является основанием отказа в иске плюс, есть ряд таких уже сугубо гражданство правовых аргументов, в части того, что товар уже был передан другому лицу, что договор не был запрещен и так далее. Здесь важно что отметить, вот в ходе прошлой дискуссии было такое предположение, что возможно автодилер не направлял, не опубликовал оферту, а что он лишь опубликовал предложение сделать оферту со стороны клиента. Но вот насколько можно видеть, и сделает не так. Все-таки автодилер именно опубликовал оферту, но на заключение предварительного договора, а если уж она была акцептована надлежащим образом, то тогда можно идти и поднуждать к заключению основного договора. Поэтому в принципе суды, наверное, действительно не могли сослаться здесь на то, что речь шла про предложение сделать оферту, и в общем-то вот Россу пью этих мотивов отказали. Но есть другое дело, более знаменитое, которое произошло примерно в то же время, это дело ЦУМА, когда уже речь шла не про автомобили, но про очень-очень дорогие брендовые вещи, которые стоят там десятки, сотни тысяч рублей, а клиент купил их из-за бага в приложении за десятки рублей. Цена варьировалась от 19 до 29 рублей, потому что там программа случайно отрезала лишние нули в приложении, и человек смог этот заказ оформить и оплатить, и более того, клиент даже получил подтверждение на почту изначально, что заказ сформирован и оплачен. А потом уже заказ был отменен, о чем его тоже уведомили. И первая и третья инстанция увидели в этом злоупотребление, они признали фактическую ошибку в действиях СССР, они по иску встречному со стороны ЦУМА признали договор недействительным заключенным под влиянием заблуждения в силу ошибки, и, в общем-то, таким образом, разрешили спору, лишив всяких притязаний СССР. Но Верховный суд, кстати, не согласился, отправил, взял новое рассмотрение. И позиция Верховного суда, она такая немножко, если вот, на первый взгляд, контринтуитивная, но, на мой взгляд, на самом деле Верховный суд, если вот прям обобщить его логику, исходил из того, что в целом нет доказательств технической ошибки на сайте. Вот это как будто бы основное, что остановило Верховный суд в том, чтобы оставить судебный акт в силе. Ну, во-первых, Верховный суд напомнил, что фиксация цены происходит в момент оформления заказа, и потребитель был правильно на него рассчитывать. Но, в целом, это корректный вывод. Другой вопрос, как бы было заблуждение или нет. Во-вторых, Верховный суд указал, что нет подтверждения технического сбоя, как я сказал. То есть, ну, опять же, нас нет материала в дело, но, возможно, не было каких-то заключений экспертизы, служебных записок, чего-то еще. И, наконец, он обратил внимание, что вообще-то истец просит заключить договор купли-продажи, но при этом, по сути, ссылается на заключенность договора. Ну, как ВСТ, так сказать, между строк, но суды на это обратили внимание. И, что интересно, на новом круге дела истцу все равно было отказано, но уже по мотиву того, что договор заключен. То есть, раз договор заключен, то он, соответственно, требует тебе ничего. Вот, получается, мы видим два очень похожих дела. В обоих случаях по очень нерыночной цене и человек смог заказать товары. В обоих случаях компания отказалась продавать, понятное дело. И в одном случае, конечно, у нас не было Верховного суда, но третий кассационный суд в общей юрисдикции признал правоту за компанией, в другом случае, наоборот, признал правоту, ну, не то, что признал правоту потребителя, но и не оставил себе судебные акты, которые бы защищали бы бизнес. Если сравнивать эти дела, то здесь, на самом деле, можно выделить юридический и технический аспект. Ну, во-первых, с точки зрения юридического аспекта дела Рольфа интересно тем, что суды обратили внимание на то, что стороны могут устанавливать определенные условия для признания договора заключенным. Тот самый чек об оплате, которого не было, и если их нет, то тогда, значит, и договор нельзя предварительно было считать заключенным. В деле ЦУМа в целом все выглядело как обычная публичная оферта, была цена в приложении, была оферта, очевидно, там было подтверждение заказа на почту. И это, в принципе, действительно говорит о том, что договор заключен, а другой вопрос действительно или нет. И, во-вторых, интерес нравится в технических аспектах, потому что в одном случае, в случае с Рольфом, он смог доказать историю прохалдирования, в случае с ЦУМом истории прохалдирования не было, речь шла про возврат денег, и не было доказать технического сбоя, как я сказал. Но закончилось ли все так плохо для ЦУМа, чтобы здесь не заканчивать на грустной ноте, на самом деле нет, потому что потребитель не остановился, он обратился с сыском об убытке в суд в Волгограде, где он проживает, как потребитель, исходя из местонахождения потребителя, исходя из способностей местонахождения потребителя. Но суд сказал, что раз ты заказал все 35 товаров, причем обувь разных размеров, то это явно не товары для удовлетворения личных, семейных тратата-нужд, которые у нас регулируют законно защитить прав потребителей. Значит, дело не имеет потребительского характера, и суд передал дело по подсудности. Теперь спор рассматривается в Москве, но вот из-за перебоев с теми судов общей редикции не могу вам сказать, что произошло на текущий момент, но, видимо, спор еще, судя по времени в процессе рассмотрения, нас еще ждет какое-то мнение суда на эту тему. Но в целом, если уж совсем коротко заканчивать, мы видим такой пропотребительский поход, не только в Делитсума, но и, например, в более поздних Делитико-банках, к примеру. Поэтому компаниям явно стоит, если практически посмотреть, как-то озаботиться тем, как они будут подтверждать технические сбои, и есть у них какой-то регламент действий на этот случай. Вот. У меня все. Я надеюсь, все уложилось. Если есть вопросы, я буду рад ответить на них. Большое спасибо, Максим. На самом деле проблема очень серьезная, потому что насчет технического сбоя это действительно сложно доказуемо, потому что, честно говоря, я сходу даже не могу себе представить, как это доказывать, потому что у меня, например, была ситуация, когда я пыталась оплатить проезд в автобусе, ну, междугороднем, и там был аппарат, который принимает платежи, и платеж не прошел, потому что я банковскую карточку приложила, у меня платеж прошел, у кондуктора не прошел. Я говорю, ну, как же так? У меня же деньги списались. Она говорит, они вернутся. Я говорю, с чего вы взяли, что они вернутся? Она говорит, я вам сейчас скинула, значит, мне она скидывает на телефон, телефон, по которому можно связаться, и я перевела оплату по СБП. Но вот подтверждение того, что был технический сбой в этот момент, или просто платеж не прошел, потому что у меня карта какая-то неправильная, и при том, что пин-код я не указывала, просто списалась. То есть вот этот момент, я просто пока ехала на автобусе и думала о том, что если мне придется заказывать сумму списания, что она списана, честно говоря, я была в расселенности как юрист, сумма не была так грандиозной, чтобы идти в суд, но тем не менее, стало просто интересно именно в юридическом ключе, как это все доказывать. Здесь, конечно, дело, особенно дело суммы, оно, конечно, показательно в том, что здесь огромные суммы, 840 с лишним раз превышает сумму реальной товаров, которые были заказаны, нежели были уплачены. И здесь, ну, как бы, исходя из разумности, мы же тоже не исключаем, вообще у нас вот это требование доказывания, оно иногда упирается в совершенно какие-то страшные вещи, потому что мы, как разумные люди, но мы же все-таки предполагаем, что в судебное разбирательство ходят разумные люди, понимаем, что здесь точно, однозначно, техническая ошибка. Другое дело, что как квалифицировать, но это уже судило суда. Но вот доказывание технической ошибки, мне кажется, все-таки вот эти принципы наши, существовавшие в процессе, как бы и в гражданском праве, как бы и требования разумности, оно сильно развито в немецком праве, не в нашем, но оно все-таки должно присутствовать, потому что вот дописывать регламенты, как квалифицировать технический сбой, чтобы оно подтверждалось, все технические сбои будут подтверждаться специальными актами технических сотрудников, как это себе представляет суд. Вот это вот, честно говоря, для меня загадка. Может быть, кто-то хочет высказаться по этому поводу? Я могу рассказать, Марина Александровна, свою историю в продолжении вашей про автобус. У меня была такая же... Я как-то сдавал экзамен по немецкому, и там нужно было заплатить в Германию платеж. А сам экзамен должен был проходить здесь. И там было всего, например, 10 мест. Это было ночью, в 12 ночи я оплатил свои карты. Платеж прошел. Мне приходит отбивка, что деньги списались. На почту письмо, что я 11, а вместо всего 10. И как бы на этом все. То есть потом какой-то синий экран, что-то типа этого, что, в общем, ничего не работает, вместо 10 вы 11. Но платеж прошел. Я в час ночи пишу немцам. Я говорю, ну что, как вы решите с правовой точки зрения эту ситуацию? Ведь вы приняли оплату. Подтверждение у меня прошло. Ну, они сказали, мы приняли оплату, значит, все нормально. Как мы откажемся? Вам, у вас списалось. Идите, сдавайте. Я говорю, так там 10 мест, я 11. Может, там у них компьютера нет. Они говорят, мы вам сделаем компьютер. Вот это как решили, например, немцы. Ну, просто как комментарий. Ну, они, наверное, еще и нарушили трудовой кодекс, когда откликнулись к вам ночью и сообщили о том, что оплата пришла. Потому что, как известно, немецкое право запрещает работать по ночам. А тут так. Может, это какие-то ночные технические специалисты. Технари не спят, да. Они, как и Москва, не спят. Это известно. Ну, да, вот тоже ситуация на самом деле. Потому что, в принципе, во-первых, конечно, у нас мало урегулировано, вернее, урегулировано-то у нас достаточно, наверное, мало используется инструмент примирения, как бы согласования. Потому что, может быть, если бы ЦУМ, может быть, более активно пошел навстречу, там, и что-то подарил из дорогостоящих вещей, может быть, человек и согласился бы, и этого дела не было. Другое дело, что все встают в позицию, как бы мы будем судиться, да пойдем до победного конца. И, в общем, это у нас, конечно, не очень хорошо заканчивается этим долгими спорами, когда вроде как и достаточно справедливое решение, но суд придирается к моменту не слишком сильной доказанности и отправляет на новое рассмотрение. И здесь непонятно, то ли он дает действительно понять, что надо серьезнее подходить к доказательствам, то ли он считает, что суды не очень правильно досмотрели и при новом рассмотрении должны именно упираться на это отсутствие доказательств и отказать. Как бы вот здесь, на самом деле, сложный момент. И трактовка позиции Верховного суда, она, конечно, может быть вольной абсолютно. Кто-нибудь еще что-нибудь скажет? Да, Марина Александровна, если можно, я бы хотел немножко продолжить нашу дискуссию по двум моментам. Первое, наверное, больше вопрос, я хотел уточнить у Максима, может быть из текста судебных актов ответчики не пытались выстраивать свою позицию, что ИЦИ просто злоупотребляет своим правом, учитывая вот эту огромную разницу, там 840 раз, что эта стоимость отличается от рыночной. То есть как вы считаете, может судебная практика в таких категориях делана, как раз будет развиваться по пути, так сказать, толкования, что это злоупотребление правом со стороны потребителей? Ну, мне это тоже, честно говоря, кажется наиболее очевидным таким решением, но сюда можно было бы сильно там не заморачиваться даже с признанием сделки недействительной и прочим, и прочим, и прочим. Но проблема в том, что, не странно, что нижестоящие инстанции, как ни странно, видели злоупотребление правом, Верховный суд, и, кстати, это потом в деле Тинькова банка по нерыночному обменному курсу тоже проявилось, просто не было времени рассказывать уже. Верховный суд говорит, что, ну, у нас же презумируется добросовестность, а доказать злоупотребление мы не видим. Ну, то есть понятно, что никто не придет и не распишется в том, что я злоупотреблял правом, но мне кажется, что если ты покупаешь там 100-500 пар обуви за 20 рублей, ну, мне кажется, даже на самом-самом простом рынке в России ты не можешь купить такую обувь, какого угодно производителя, не то чтобы брендовую обувь в сумму. То есть видно, что ты пользуешься багом, ты его находишь и как-то уже дальше его эксплуатируешь. Конечно, идеальная ситуация, если мы бы нашли какой-нибудь, я не знаю, чат в Телеграме, где люди бы говорили, о, баг у сумма, давайте быстро побежим сейчас там скупать вещи оптом, и там был бы наш истец. Но это же такая прекрасная ситуация, которая в жизни редко встречается. Поэтому, несмотря на абсолютно, мне кажется, правильность подхода с злоупотреблением, на практике тут действительно как будто бы суд применяет такой некий повышенный стандарт доказывания, который уже как бы выше баланса вероятности, где-то уже там, ну, это такой, не за пределами разумных сомнений, но вот что-то между. И действительно нужно, получается, от ветчика понимать, что на одном злоупотреблении здесь не выйдешь. И, кстати, вот тут хотел коротко прокомментировать, если есть возможность, что тут действительно не очень понятно, какие доказательства предоставляют, потому что одно дело, когда вычислить внешний там IT-подрядчик, который может там письма прислать, документы, а если это внутренняя служба? Мы уже понимаем, что суды не очень верят документам, там, каким-то служебным запискам, которые сама страна там внутри себя и подписала, да, и в целом понятно, почему. Поэтому здесь действительно нужно исходить в том числе из некого здравого смысла, и хорошо, что суды нежестающие как бы пытаются его притворять в жизнь, но, наверное, печально, что это наталкивается на такие очень, что ли, формальный такой подход к доказыванию. Вот. Но по поводу злоупотребления я ответил, да, прошу прощения, я немножко употреблюсь. Спасибо большое за ответ. Если есть время, у меня еще есть второй тезис, это такая очень короткая мысль по поводу технического аспекта, так сказать, не то чтобы аспекта технического, а относительно доказательств произошедшего технического сбоя. Мне в голову пришли две аналогии. Первая – это о том, что у нас сейчас с недавних пор, ну, ужесточается, да, постоянное законодательство в области персональных данных, и надо проводить расследование в случае утечек, да, и эта процедура у нас сейчас более там регламентирована. Здесь, как я понимаю, у нас никакого регламента нет, и наоборот, непонятно, как доказывать. Но мне кажется, что со временем компаниям для того, чтобы как-то пытаться обезопасить себя, надо тоже прийти к тому, что мы утверждаем какой-то внутренний регламент, вот он у нас давно уже принят, мы это не сейчас придумали, придумали уже давно. И мы вот так вот фиксируем наши технические сбои. Если есть возможность привлекать какого-то независимого аудитора, условно говоря, который бы там внешне мог подтвердить о том, что мы тут ничего не напридумывали, я думаю, тоже был бы хороший вариант. Вот у нас в практике был спор, когда мы защищали интересы маркетплейса, выстраивая позицию на том, что он является информационным посредником, и то, что он выполнил все от него зависящее для того, чтобы вот этот контрапакт, да, который продавался сторонними, соответственно, продавцами, не самим маркетплейсом, просто на площадке, что вот он предпринял все действия для того, чтобы это нарушение прекратить. И мы в том числе приводили в пример действия, которые совершил маркетплейс, так сказать, по своей инициативе, то есть он тоже утвердил регламент, он тоже начинал, как бы, представил все документы, подтверждающие, что там техническим специалистам была поставлена задача осуществлять модерацию, да, по определенным параметрам, эта модерация осуществлялась, мы столько-то ссылок удалили и так далее и прочее. Мне кажется, что в этом контексте тоже можно взять за, условно говоря, аналогию в том контексте, в плане того, что даже внутренние документы, которые мы сами действительно утвердили и разработали, они могут, наверное, служить для подтверждения технического сбоя. Но это так, мои мысли, если кто-то с ними не согласен, можно подискутировать или, если времени нет, будем двигаться дальше. Ну, я соглашусь, что такие регламенты, они могут показывать, это просовесность, что лицо, которое осуществляет использование программного обеспечения, например, для торговли товарами или для выступления в качестве агрегата, оно действительно отслеживает эти какие-то проблемные вопросы и технические сбои и прочее. И действительно на этом фоне какая-то бумага, представленная, подписанная внутренними подписями сотрудников, она приобретет больше вес, нежели, конечно, там акт составленный, вот неожиданно там у нас случилась вот авария, причем обычно он описывает эту ситуацию, как будто она там первая. На самом деле мы все понимаем, что реально это не единственный бак, что просто, может быть, не успели называть, заказывать этих товаров по той цене, которая была, может быть, и села там две минуты. Но в качестве добросовестности, да, такие документы действительно помогут, но опять-таки вспомним не юристов, которые всегда говорят, о, опять вы юристы, что-то выдумываете, как вы надоели со своими актами, как вы надоели со своими рекламентирующими документами. Вот здесь тоже, в общем-то, можно понять нежелание обрастать вот этими бумагами, и, в общем-то, тоже палка от двух концов. Наверное, на всякий случай такие вещи надо делать, но не уповать на них, как на последней инстанции. Наверное, так можно оценить. Кто-нибудь еще что-нибудь скажет? Да, я хотела бы еще Максиму вопрос задать. Мы просто на своих парах обсуждали кейс ЦУМа, и, в принципе, приходили к выводу о том, что коммерческая организация, ну, ЦУМ, да, как профессиональный участник оборота, в принципе, несет определенные предпринимательские риски, в которые должны включаться в том числе вот такие технические сбои. Заявлялись ли вот в этих делах со стороны истцов подобные аргументы? Вообще, насколько они релевантны? Или недобросовестность потребителей, она тут как бы перекрывает все аргументы в пользу ответчика, в пользу продавца? Ну, это, на самом деле, очень хороший такой point, потому что действительно коммерческая организация, тем более та, которая сама разрабатывает систему, она ближе к риску, что называется, и она, наверное, при прочих равных должна с большей вероятностью отвечать за какие-то последствия негативные, чем потребители, как сильная сторона во всех этих отношениях. Тут я полностью согласен. Но тут важная оговорка при прочих равных. Как бы ситуация, когда потребитель начинает эксплуатировать какую-то лазейку, она не выглядит такой, что мы должны прям вставать на его защиту. Делить сумму это было настолько очевидно, что тут как будто бы даже и спорить не о чем. То есть если бы там была какая-то пограничная ситуация, вроде бы как по этому поводу чуть больше спорят там вокруг дела там Чиньков банка того же самого, когда были несправедливые обменные курсы там в начале 22-го года. Но при этом справедливости ради я слышал истории про то, что действительно некоторые там ушлые клиенты банков находят сбои подобные и через некую там цепочку обменов могут просто там зарабатывать деньги. Насколько такая одесса должна подлежать защите, большой вопрос. Но тут действительно, окей, тут могут быть уже какие-то споры, потому что мы, наверное, должны, как сказать, мы должны оценивать поведение потребителя с точки зрения некого там разумного участника оборота. С точки зрения разумного участника оборота, покупка с 20 рублей в ЦУМе, ну, я не знаю, там с 20 рублей туда только зайти можно, наверное. Это даже на метро не доедешь. На метро, конечно, смешно, до ЦУМы. Вот. А если, конечно, мы говорим про какие-то более сложные истории, как, например, с проблемами с обменными курсами, там, конечно, может быть поле для дискуссии, типа человек мог что-то там не знать, мы там... Там уже такой аргумент на релевантность. То есть, как бы, коротко отвечаю, аргумент мне кажется релевантным, верно, но я думаю, что конкретно выделить ЦУМа, он не срабатывает. И в теле Рольфа, кстати говоря, тоже, потому что там тоже явно заниженная была цена. В других делах, конечно, если мы говорим там про сбой, там, ну, например, там, покупайте куртку, и она стоит там не 20 тысяч рублей, а 10 тысяч рублей. Ну, наверное, бывают куртки по 10 тысяч рублей, я не обязан был все это сравнивать. Да, тогда это действительно проблема компании. Тогда да. Ну, соглашусь, у нас потребитель, конечно, рассматривается как слабая сторона в делах обычно, но сегодняшняя практика показывает, что может быть и слабая, но очень хитрая иногда сторона в делах. Поэтому я просто, например, вот тоже в качестве примера можно привести, например, приобретение каких-то товаров, периодически есть такие группы ВКонтакте, в Телеграме, промо-коды рассылают. Очень часто сами компании представляют промо-коды, они такие официальные, как можно получить скидку, но иногда бывают индивидуальные промо-коды, которые рассылаются некоторым потребителям, там, каким-то причинам, там, допустим, на карту падает что-то, наиболее активному участнику или еще что-то. И эти промо-коды выставляются в качестве возможности для использования несколькими лицами. То есть, и, в общем-то, такие промо-коды очень часто используются, множество лиц, там, не одним, а тремя стами, там, тысячи человек, и совершенно нормально получается скидка. Она может быть, конечно, несопоставима с тем, о котором мы обсуждаем в деле суммы, но, тем не менее, там, 15-20% получить, как бы, за компанию по одному промо-коду 300 человек тоже, в общем-то, немало. Вот, поэтому, как бы, все-таки надо подходить, как рассмотрение дела, это я уже, как бы, немножко, так, маленькую шпильку суду, все-таки с известной долей, как бы, скепсиса, потому что, ну, да, в большинстве случаев потребители обижают, но сегодня потребители тоже могут обидеть достаточно серьезно. Вот поэтому такие дела надо рассматривать, развивать нашу теорию, вот, именно как раз в части технической ошибки, потому что, вот, с правой точки зрения, вот, она получила, я, честно говоря, не встречала, чтобы про нее очень много писали, а техническая ошибка на сегодняшний день, она является не просто, если раньше была просто техническая описка на бумаге или там, как бы, где-то недосчитались как-то именно технически какое-то количество денег, то сегодня это действительно программное обеспечение, ошибки там встречаются достаточно часто, и, в общем-то, вот в этой части надо как раз отдавать оценку серьезно тем проблемам, которые возникают и будут возникать. И вот в части доказывания, наверное, тоже как-то надо что-то вырабатывать, потому что, когда у нас обычно говорят, что здесь повышенный стандарт доказывания, лично для меня это, в общем-то, пустой звук, потому что я, честно говоря, не понимаю, почему он повышенный, что это за стандарт доказывания, потому что стандарт доказываний у нас один, вот суд как бы может по своим убеждениям оценить то или иное доказательство, а все представляемые доказательства это просто уже сложившаяся практика вот именно использования доказательств в качестве доказательной базы. А стандарты, как бы, ну, получается, сформируем мы сами, и говорить о повышенных, пониженных, усредненных и прочих стандартах, наверное, не совсем правильно, хотя, может быть, тут со мной поспорят. Ну, это уже отвлечение, как бы, от темы. Большое спасибо, Максим, за доклад, он очень мне нравится эта тема, об ней очень много можно разговаривать, и, в принципе, мне кажется, сейчас, может быть, сильные споры немножко подувяли, но мы подождем, что этот суд решит, и в итоге, наверное, будем опять снова с радостью ругаться в юридическом сообществе. Мать Александровна, если можно, короткое буквально замечание. Вот я пока сидел, зашел на Озон и сформировал свое представление о ценах на сумки Гуччи. Значит, здесь она стоит 1346 рублей. Их тут полно. Вот, это к вопросу о информационном посредничестве маркетплейсов, да? Вот у меня сформировалось такое представление, а потом я увижу такую ошибку и сумку куплю за 1000 рублей. Вот и доказательственная база. Поэтому, действительно, дела очень сложные, интересные, и, конечно, и маркетплейс – это вообще отдельная история. Вот. Ну, это короткий был такой комментарий. Так это сумма распродает просто. То, что осталось. От того, что не выкупят. По честной цене. То есть, на динаме 500 рублей и все. Не, ну, нормальная ситуация, на самом деле. Как бы, чем уничтожать, лучше через Озон. Все правильно. Я поддерживаю. Спасибо большое, Максим. Да, спасибо за доклад. И мы будем ждать продолжения этого дела. И, действительно, будем смотреть, что же все-таки будет у нас происходить на практике. И я сейчас предоставляю слово Витю Това, который как раз выступал только что, юристу практики защиты интеллектуальной собственности международной юридической фирмы Эдвант Байтон. Я, наверное, правильно все-таки сказала название компании. И он расскажет как раз об исковых требованиях доменных спорах. Потому что эту тему мы заявили в качестве второй. У нас как раз вторая тема, два доклада будут посвящены именно доменным спорам, проблематике доменов. И связанным с этим вопросом, который спикеры решили представить на наше рассмотрение. Вот, Илья, вам слово. Спасибо большое, Марина Александровна. Я хотел бы продолжить вашу мысль по поводу необходимости мирного урегулирования вообще споров. И, в частности, хотел бы перейти вот с этой мысли на доменные споры и досудебную стадию обеспечительной меры. Вообще, в чем суть доменного спора, кто ими не занимается, я вкратце скажу. По доменному спору правообладатель, который является обладателем исключительных прав на товарный знак, обычно хочет получить в свое администрирование домен, который зарегистрирован каким-то третьим лицом. Обычно это нарушители, киберсквотеры, которые недобросовестно действуют. Ну, иногда они просто по какому-то юридическому незнанию регистрируют такие домены. И, безусловно, для правообладателя, в особенности иностранного, которые привыкли, что адвокат направляет претензию и на нее как-то отвечают, и зачастую исполняют эти требования, которые в претензии указаны, они, обращаясь к нам, пытаются урегулировать такие споры в досудебном порядке. И это можно только приветствовать, потому что досудебное урегулирование споров, оно разгружает судебную систему, как известно, перегруженную. Оно разгружает регистраторов, которые под доменным спором зачастую третьими лицами, иногда и ответчиками привлекаются. И вообще позволяет просто правообладателю не тратить большие деньги на увеличенные государственные пошлины, на услуги юристов. И поэтому, чтобы такие переговоры вообще были возможны, необходимо все-таки, чтобы правообладатель не был в слабой позиции. Для этого необходимо обеспечить его требования. И вариантов обеспечения несколько. Есть судебные обеспечительные меры и внесудебные, которые не упомянуты ВПК, поэтому это, по сути, некоторые ограничения, как это в документах Координационного центра указано. Эти досудебные ограничения, которые устанавливает именно регистратор, чем они хороши. Не нужно обращаться в суд, не нужно тратить деньги, что-то доказывать. То есть можно просто написать, заполнить онлайн-форму, предоставить оригиналы заявления и документов необходимых на товарный знак. И будут на 14 дней такие ограничения введены. Запрет аннулирования, запрет передачи права администрирования. Для чего эти меры вообще вводятся? Ну, по сути, чтобы правообладатель подал исковое заявление в суд, подал заявление об обеспечении иска в суд. Но с точки зрения досудебного урегулирования спора, все-таки это не совсем то, что нужно сторонам, и правообладателю, и администратору домена. Дело в том, что 14 дней – это очень маленький срок. Если правообладатель хочет заявить денежное требование о выплате компенсации по статье 15.15, например, ГК, то ему нужно направить сначала претензию за 30 дней, и только по истечении 30 дней он сможет обратиться в суд. То есть получается, что вот эти короткие 14-дневные ограничения регистратора не позволяют правообладателю такую претензию направить. Поэтому если у него такое желание есть, заявить денежное требование, ему все равно приходится идти в суд и тратить деньги на это, что, по сути, блокирует возможность таких-либо досудебных переговоров. И здесь я бы хотел, мы сегодня уже про Германию вспоминали, привести пример координатора Деник Эге, это коллегия немецкие. Как у них это устроено? Справа вы можете видеть форму заявления, которая направляется непосредственно правообладателям, самому координатору, и на основании этого заявления вводится ограничительный мир. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, это срок ограничительных мер. Один год с возможностью продления. Да, там есть оговорка, что спор должен уже идти, либо должен быть начат незамедлительно после введения этих мер. Но, опять же, вот этот термин «recht ли хиаусенандо зетцинг» это не обязательно судебный спор, то есть это можно претензию отправить и начать спор таким образом. То есть, что получается, что в Германии гораздо больше возможностей для разрешения доменного спора вне суда. И также, исключительно для информации, интересная схема там работает. Если в России мы, наоборот, блокируем возможность аннулирования регистрации домена, то в Германии они, наоборот, это дозволяют сделать, и при аннулировании домена этот домен автоматически поступает в администрирование правообладателя. Вот такая очень удобная схема, которая, по сути, говорит о том, что в суд-то и идти не обязательно. В связи с этим у нас предложение для координатора увеличить срок вот этих внесудебных мер до 90 дней, вот даже на сердечко поставить. Вот. Почему это необходимо, по нашему мнению? Во-первых, нужно направить претензию. Претензия будет неделю идти. Она будет, возможно, месяц лежать на почте. Такое возможно? Конечно. В последний день, например, администратор заберет ее, почитает, проведет переговоры с правообладателем. И я вам что хочу сказать, что на практике многие администраторы хотят досудебно регулировать этот спор, но они говорят, вы знаете, мы хотим вам передать домен, но у нас не оформлена возможность онлайн-передачи. Это отдельно нужно писать заявление регистратору. Поэтому нам нужно поехать в офис регистратора. Этот офис находится в другом городе. И вот просто быстро это сделать не получается. И поэтому правообладатель находится в таком подвешенном состоянии. Либо ему нужно поверить, что там, условно, через месяц администратор поедет и исполнит его требования. Либо не верить и тратить деньги, время и вводить все-таки обеспечительные меры и направлять исковое заявление в суд. Поэтому мне кажется, что если бы мы назначили срок 90 дней, не год, как в Германии хотя бы 90, то мы бы существенным образом разгрузили судебную систему в части именно доменных споров. И давайте посмотрим непосредственно на исковые требования, которые являются основанием для реализации преимущественного права. правообладателя на то, чтобы, выиграв спор, получить право администрирования домена. Как я уже сказал, в принципе, это основное экономическое такое желание, которое правообладатель хочет реализовать в доменных спорах, ну, помимо компенсации. Но для иностранных правообладателей компенсация, как правило, носит вторичный характер, в том числе из-за всех известных сложностей с переводами денежных средств. Так вот, положение координат, администратора, есть на текущий момент три основания для реализации правообладателем своего преимущественного права. То есть, вот эти требования должны быть удовлетворены в результивной части решения суда. Запрет администратору использовать в доменном имени, по сути, там, товарный знак, запрет использовать доменное имя само, или признание администрирования домена нарушением, очевидно, исключительных прав правообладателя. И здесь уже начинаются некоторые проблемы юридические, потому что в статье 12.52 у нас содержится перечень, по сути, требований, которые правообладатель может заявить, в суде может указать в исковом заявлении. И вот эти два перечня, как вы видите, они не совпадают. Я здесь, естественно, только отдельные требования указал. Это требования о пресечении, самые популярные, и требования о признании права. То есть, это те два требования, которые мы хоть как-то можем сопоставить вот с этими указанными запретами и признанием. Ну, давайте посмотрим дальше, как же эти вопросы решают суды. Постановление пленума номер 10 2019 год, то есть, уже почти 5 лет прошло. что говорит суд? Что требование о пресечении может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом. То есть, мы здесь уже видим, что суд понимает, что в ГК есть определенные требования и привязывает, по сути, те требования, которые указаны у координатора к требованиям из ГК. То есть, запрет использования это требование о пресечении. Ну, а что суд добавил важного? Определенным Это означает, что если правообладатель в узковом заявлении укажет требование запретить администратору использовать доменное имя, то в таком виде требований удовлетворено не будет, потому что оно должно быть конкретизировано, оно должно касаться конкретных категорий МКТУ, в отношении которых товарный знак охраняется и который используется на соответствующем сайте. Иначе будет абстрактный запрет на будущее. В связи с этим возникают проблемы. Менее опытные юристы, они заявляют вот такое требование, как указано у координатора, и сталкиваются с проблемами. Другие юристы, более опытные, которые знакомы с этой проблематикой, вынуждены заявлять несколько требований, несколько требований сразу, чтобы не столкнуться с проблемами уже у регистратора при реализации своего преимущественного права. Поэтому мы предлагаем внести изменения в положение о доменных спорах координатора и привести его в соответствие с разъяснениями пленума, указав, что одним из оснований реализации преимущественного права является запрет администратору использовать соответствующее доменное имя определенным образом. Следующее требование – это запрет администратору использовать в доменном имени обозначения права, на которые принадлежат правообладателю. И здесь абсолютно та же логика, на тот же пункт постановления пленума мы ссылаемся, тоже должна быть конкретизация. Но здесь, что интересно, есть свежая позиция научно-консультативного совета, в который, кстати, если я не ошибаюсь, и представители координационного центра входят. И НКС разъясняет, что суд, по сути, не может удовлетворить вот это требование абстрактное, но может его сформулировать более конкретно самостоятельно, либо предложить это сделать истцу. То есть мы видим опять, такое требование удовлетворено быть не может, но оно присутствует в положении о спорах координационного центра. Поэтому, мне кажется, что для стабильности все-таки вот этих споров, для простоты их разрешения, для того, чтобы правообладателям не приходилось каждый раз вот это вот все доказывать в таких больших объемах, внести соответствующую корректировку, которая указана внизу экрана. И третье требование – признание администрирования домена нарушением прав правообладателя. Здесь вообще отдельная история. В Пленуме такого требования нет. В Гражданском кодексе такого требования тоже нет. У нас есть требование о признании права, если оно кем-то оспаривается. Но требование о признании нарушения формально не может находиться в результивной части решения суда. Это не значит, что таких судебных актов нет. Безусловно, есть. Но все-таки, если мы отталкиваемся не от положения Координационного центра от Гражданского кодекса, идем как бы сверху вниз, то мы видим, что по этому пути идет и Пленум. Он говорит, да, суд может установить недобросовестность, например, при регистрации доменного имени, в том числе с учетом последующего использования. Но в этом случае, если суд устанавливает эти факты, обстоятельства, может быть удовлетворено другое требование – об аннулировании регистрации. Интересен, опять же, интересна позиция суда по интеллектуальным правам. Он по-другому немножко толкует этот пункт и все-таки вычленяет это требование оттуда. Ну, пускай, на самом деле, наличие этого требования, в принципе, в пользу правообладателя скорее играет, поэтому здесь каких-то особых претензий, наверное, не имеет смысла высказывать. Но, тем не менее, вот такая проблематика есть. И я предлагаю в качестве последнего раздела, как раз время потихонечку заканчивается мое, рассмотреть два других требования. Они упомянуты в проанализированной нами судебной практике. Это требования об аннулировании регистрации домена и требования о передаче правообладателю права администрирования домена. Сейчас эти требования не являются основаниями, в рамках которых правообладатель может реализовать свое преимущественное право и получить домен, потому что их просто нет в соответствующем положении координатора. Прежде чем к ним перейти, я хотел бы показать вам вот этот порядок реализации преимущественного права и где здесь находится аннулирование регистрации. Сам порядок достаточно простой. Правообладатель направляет заявление регистратору, что он хочет реализовать свое преимущественное право. Регистратор обращается к координатору, который создает специальный аутентификационный код. И после создания этого кода, по сути, любые действия с доменом возможны только посредством введения этого кода. После создания кода регистрация аннулируется и регистратор переносит регистрацию на правообладателя. То есть достаточно простая процедура. Поэтому мы видим, что на самом деле основанием для старта этой процедуры может быть любое действие, которое мы укажем в положении координатора. В том числе таким основанием может быть и аннулирование регистрации. Как я уже сказал, это требование является допустимым с точки зрения Пленума. Но что интересно, научно-консультативный совет сказал, разъяснил, что в случае аннулирования правообладатель в настоящее время может реализовать свое преимущественное право. Получить домен на свое имя. На самом деле из документов координационного центра это не следует. И поэтому, поскольку правообладатель будет общаться не с координационным центром, а с регистраторами, и у них могут быть свои, опять же, толкования этого вопроса, то мы предложили бы просто добавить это. Да, если научно-консультативный совет при СИПе, куда входит координационный центр, представители координационного центра, говорит, что так можно, Пленум говорит, что так можно. Но давайте добавим, что если требование об аннулировании регистрации домена удовлетворено, то правообладатель может реализовать свое преимущественное право. И то же самое с требованием о передаче правообладателю права администрирования домена. НКС говорит, что, по сути, это она альтернатива иску об аннулировании. Единственная проблема, которую мы здесь видим, что вот это требование, оно возлагается на ответчика. Ответчик может недобросовестно уклоняться от фактически нажатия в своем личном кабинете кнопки передачи администрирования домена правообладателю. Поэтому мы считаем, что данное требование тоже может быть основанием для реализации преимущественного права. Потому что фактически исполнением решения занимается все равно регистратор с координатором. И подводя итоги, я хотел бы еще раз основные моменты подчеркнуть. Во-первых, это 90 дней. Это существенно позволит сократить нагрузку на суды и разрешать многие доменные споры в досудебном порядке. Во-вторых, привести в соответствие те требования, которые есть в положении координатора о доменных спорах в соответствии с разъяснениями высших судебных инстанций. И добавить вот эти два требования об аннулировании и о передаче в качестве таких оснований, для полноты. Вот такая позиция. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Если есть вопросы, я рад ответить. Спасибо большое, Илья. Я думаю, что у нас от координационного центра есть кому выступить с несогласием. Я сразу представлю, Сергей Александрович Капылов, заместитель директора по правовым вопросам, начальник юридического отдела координационного центра. Поэтому я думаю, что Сергей Александрович сейчас позицию-то выскажет. Ну да, вот меня обычно и называет доктор зло. Как раз перед вами и сидит, в том числе и соавтор этого положения. Вот, давайте вот немножко по основным пунктам пройдемся. 90 дней увеличения срока. Вот сразу говорю, сразу нет. Вот просто объясню почему. Потому что смысл участия системы регистрации, ну и изначально это закладывалось, система регистрации в доменных спорах, это с тем, чтобы сама система регистрации не тормозилась. Но есть определенный спор. Система регистрации в этом участвует очень ограниченно. То есть, ну в данном случае я называю это координаторы, и технический центр интернета, и вот вся эта система регистрации доменов, включая себе жизненный цикл домена. Вот чтобы туда много изменений не вносить, дается минимальный срок по... с тем, чтобы правообладатель успел сделать минимальные действия. И потом, чтобы судился дальше по этому домену. Из этого предусматривается, что главная цель правообладателя и главный способ защиты от неправомерного использования доменных имен, сходных с товарными знаками, это забрать домен себе. То есть, аннулирование домена, или там любые запреты, ответчику что-то делать с этим доменом, это не работает. Если аннулировать домен, все прекрасные домены, юристы знают, и технологии знают, если доменное имя требовать просто аннулировать, через пять минут после аннулирования оно может оказаться у того же сквотера, у того же доменера, только уже на офшорке, где-то далеко, и дальше опять на колу мочало, начиная с начала. И были-были случаи, когда у нас правообладатели пока не научились еще, вот на заре деятельности, такие круги крутили там раз по пять. Вот, потом уже. Второе такое уже, так сказать, взывание к справедливости. Ну, не должна система регистрации обеспечивать имущественные интересы правообладателя. Если правообладатель хочет заявить материальный иск, об изыскании компенсации, то при чем тут система регистрации? Если правообладатель хочет его заявить, во-первых, он всегда успеет это сделать уже в самом входе процесса. Когда у вас есть процесс, такие-такие случаи, я знаю, заявляется второе требование через претензию, после этого добавляется имущественное требование. Либо заявляется отдельное требование уже после того, как вы выиграли первое требование. То есть, ничто не мешает. Но система регистрации здесь, ну, давайте так говорить, помогать вам не обязана, и нагружать этим систему регистрации не надо. Вот есть определенный набор дисков, мы его даем. И дальше пользуйтесь этими правовыми инструментами. Теперь, говоря вот о том, о следующих, о несоответствии требований, о разности требований, хорошо бы это все привести в соответствие, безусловно, работа постоянно ведется, постоянно мониторим, постоянно смотрим, но при этом, знаете, вот, например, досудебные ограничения по системе регистрации, внесудебные, досудебные ограничения, они постоянно сокращаются. То есть, если раньше речь шла там о десятках случаев, нескольких десятков случаев, то сейчас вот в последние, по-моему, в последнем году в разы уменьшилось количество обращений для досудебных ограничений. Поэтому это, вот этот институт, если его можно так назвать, да, этот институт, он постепенно сужается, 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 как шагреневая кожа. И я очень надеюсь, что он, в конце концов, исчезнет. Вообще, если говорить о великой мечте, да, юристов координационного центра, то мечта, чтобы положение о спорах заменилось всего лишь одной строчкой. Все споры по доменным именам решаются в судебном порядке. Точка. И вот этого всего остального не надо. Потому что, когда мы писали это положение о спорах, суды выносили абсолютно разные решения, с абсолютно разными мотивировками. Очень редко, ну, вначале вообще этого не было. Суды не передавали доменные имена правообладателю, ровно потому, как вы говорили, что такой способ защиты права не предусмотрен. Его не было, поэтому приходилось писать вот эти размытые формулировки. Да, мы будем приводить их в порядок. Я, наверное, не открою большой секрет, что уже давно идут разговоры, и я думаю, что это выродится в 20... Наверное, в 25-м году уже выродится законопроект, который придаст правилам регистрации доменных имен статус нормативного акта. И тогда уже на уровне подготовки правилам регистрации доменных имен претерпят существенное измедение. Очень мне, скажу так, очень заинтересовался, я вот германским способом, ну, отмечу, в Германии же многолетняя регистрация доменных имен. Там можно регистрировать их на много лет сразу, поэтому годовое ограничение для системы регистрации ничего не значит. У нас, если это сделать, то у нас цикл, жизненный цикл доменов станет очень кривым. И так-то это вручную делается. Вот все вот эти ограничения выставляются. Если еще и увеличить срок, там совсем не так будет. Лучше не трогать. Вот, очень заинтересовал случай, когда способ, когда после аннулирования домена он уходит в какой-то отстойник, ну, у нас, например, есть стоп-лист, из которого может выдан там в течение определенного срока только правообладатель. Останется только решить вопрос, как из всех правообладателей, похожих товарных знаков, вычленить именно того правообладателя, который за этот домен судился. Потому что желающих прибежит много. Ну, есть и свои пограничные предложения, например, если не ошибаюсь, какая-то ассоциация правообладателей вообще, вот совсем недавно предложила любые доменные имена регистрировать исключительно с разрешения правообладателей похожих товарных знаков. Так что здесь другой домок в смече висит. Вполне возможно, что зарегистрировать доменное имя будет стоить много нервов, много нервов и времени, чтобы обижать и получить такой обходной листок согласия от всех правообладателей. Вот краткое резюме по вашему выступлению. Спасибо. А так готовы работать, готовы смотреть предложения, интересные записываю. Спасибо большое за ваш комментарий. Очень интересно. Я вот положительно услышал, что вы готовы внести изменения в эти требования, все-таки привести их... Давайте будем юристами. Мы готовы рассмотреть эти изменения. Рассмотреть. Нет, конечно, безусловно, это большая работа юристов, и это требует дополнительного обсуждения каждого требования в отдельности. Анализа всей судебной практики по этим требованиям, да, и тех действий, которые регистраторы фактически выполняют, да, принимают, они их не принимают. Это абсолютно я с вами согласен. По поводу сроков досудебных ограничений жалко. Я вам скажу просто для информации, что есть судебная практика, я, в принципе, с ней согласен, которая препятствует правообладателю заявлять новые требования в судебном споре, поскольку это является изменением одновременно основания и предмета иска, что запрещено законодательством. То есть правообладателю придется просто заново обращаться в суд. Что касается немецкой практики, я согласен, что она интересная, да, там другие, конечно, правовые обстоятельства в Германии, но, тем не менее, мне кажется, что ее тоже можно более подробно изучить, как с точки зрения работы координационного центра немецкого ДЕНИК, так и с точки зрения судов, как они разрешают эти проблемы, как они смотрят на аннулирование доменов, вот в этот отстойник, как вы сказали. В общем, я согласен, что это интересно, и при необходимости мы готовы всю необходимую поддержку, в том числе и по немецкому праву, безусловно, оказать. Бесплатно. Какое прекрасное предложение, мне, например, очень лично нравится, особенно последнее слово, бесплатно. Круто. Илья, на самом деле, действительно, немецкий опыт был бы очень здорово, вы видите, и поскольку мы вопросы эти обсуждаем периодически, и, в общем-то, я помню, с какой кровью мы правили положение, потому что я тоже периодически начинаю думать, что вот надо было бы, может быть, но у меня коллеги из Координационного центра всегда говорят, в соответствии закону, это наш основополагающий принцип, поэтому я свой полет фантазии не включаю никогда, стараюсь, по крайней мере, его ограничивать, когда выхожу с предложениями. Да, Сергей Семенович. Я прошу прощения, еще добавлю. Вот по поводу указания классов МГТУ в делах о нарушении прав на товарный знак в доменных именах, это же, например, моя главная головная боль, ну, скажем так, для раздувий. Ведь смотрите, что получается. Если указывать конкретику, обсуждали несколько лет уже, если указывать, ну, для примера, если указывать конкретику в исковых требованиях, запретить использование знака в доменном имени по таким-то классам. Окей, отлично. Но это означает, что по другим-то классам не запрещено, и требования отправляются не к самому доменному имену, а к контенту, на который он адресует. Ну и что в этом случае говорит регистратор? Он говорит, а я не могу забрать домен и отдать тебе. Ты тогда следи за контентом и штрафы его через суд, если он будет нарушать этот запрет. А домены остаются у прежнего владельца. И такое сплошь и рядом. Вот в чем беда. Сергей, я хотел бы прокомментировать это в таком ключе. Все-таки в доменном споре и вот в том 158-м пункте, на который я ссылался в презентации постановления пленума номер 10, там речь именно про доменные споры. То есть раньше, там 10 лет назад, как доменные споры проходили, приходил правообладатель с выпиской на товарный знак, показывал в суду, вот смотрите, сходство до степени смешения или дождественность, и в суд удовлетворял. Ничего не анализирую. Ну, по сути, примерно так было. Согласен. А сейчас суд, что он сказал? Нет, вот просто так нельзя сделать. Нужно посмотреть, а действительно ли используется на сайте товарный знак для ваших товаров. Потому что товарный знак, он охраняется для определенного количества классов, а не для всего на свете. Там исключение для общеизвестных. Вот. И чтобы прийти к этому выводу, суд устанавливает, по сути, недобросовестность администратора. Так что получается? Товарный знак, ну, возьмем какой-нибудь Apple, используется в домене. Товарный знак использовался в отношении товаров на сайте. И, понимая вот то, что вы сказали, нарушитель специально разместил там еще продажу телефонов Samsung. Да, ну, понимаю, что там один телефон будет лежать, будет предлагаться к продаже, и, по сути, будет блокировать возможность передачи всего домена правообладача. Вот. Но в ситуации, когда и в домене, и на сайте использован товарный знак, и суд признал недобросовестными действия вот этого лица администратора по регистрации дальнейшему использованию, на мой взгляд, вот тот факт, что там немножко есть другого товара, А я здесь соглашусь. Должно быть два условия. Несмотря на то, что положение не является нормативным актом, но к нему относятся как к нормативным акту, де-факто, да, ну, на него ссылаются все суды. Вот. А должно быть, ну, как минимум, практика идет, ну, среди регистраторов, будем так, должно быть два условия. Первое условие – это совпадение классов, и второе – это признанное судом нарушение, что нарушение было. Тогда в положение попадают два пункта, два пункта, и тогда регистратор спокойно передает домен. Да, но нарушения не будет, не будет вот этого в исковом требовании, то тогда будет очень затруднительно. Я с вами полностью согласен. Единственное, мы можем свалиться в это аннулирование, которое, вот это требование об аннулировании, которое есть вот в постановлении пленума, и тогда суд скажет, да, хорошо, нарушение есть, недобросовестный, аннулируем, например, или предложит ССУ, скажет. Ну, уточните, если да, аннулируем. Ну, и здесь есть нет. Мы придем к аннулированию, и вот та история, которую вы рассказывали, когда там по пять раз... Да, естественно, тут получат то, за что боролся. Аннулировали, аннулировали, теперь беги и ищи его по системе. Совершенно верно. Теперь еще есть... Минуточку еще займу. Если кто слушает, может пригодится опыт. Обязывают ответчика передать домен правообладателю. Вот. А ответчик от этого уклоняется. Ну, и там начинает за ним бегать. Уже сейчас прекрасная практика, когда истец обращается к судебному приставу, пристав выносит постановление, обязывающие регистратора, аннулировать домен и зарегистрировать его на правообладателя. То есть он риски берет, судебный пристав, на себя. Всех это устраивает и домен прекрасным образом передается правообладателю. Все, спасибо. Спасибо. У нас еще Георгий Георгиевский хочет выступить. Начальник отдела по работе с регистраторами и пользователем Координационного центра. Георгий, вам слово. Так, микрофон. Выключен. Включить надо. Вот так должно быть лучше слышно. Я его отодвинул, выключил. Ну, все как положено. Здравствуйте, друзья. Я тоже выступлю тут на стороне империи зла Координационного центра. Но немножко с другой стороны. Я как технический больше специалист и специалист, сталкивающийся с постоянной работой по совершенствованию именно системы регистрации доменов как технической вещи. Хочу вот всегда слышать разные предложения по увеличению сроков, по изменению каких-нибудь моментов, внесению каких-нибудь отстойников там, дополнительных регистраций по какому-нибудь дополнительному паролю, еще чего-то. Всегда хочу охладить и предостеречь. Прежде чем обсуждать какие-либо изменения, нужно очень хорошо вникнуть в техническую составляющую жизненного цикла регистрации доменных имен российских, РУ и РФ. Мы очень отличаемся от всех остальных, ну, назовем так, международных доменов. И от GTLD, и от Country Code доменов, в том числе и германского. У нас, ну, так сложилось, что у нас немножечко другой жизненный цикл. У нас нету так называемого redemption периода, когда можно регистрировать домен на бывшего администратора домена, либо на нового, но правообладателя, да, как это в Германии происходит. У нас очень сложно обстоит дело с реализацией тех же самых функций, связанных с судебными спорами. Так как у нас используется доморощенный протокол, так называемый EPP RIPN, разработанный, да, на базе стандартного EPP протокола, который используют все регистратуры, остальные по миру, но очень сильно модифицированного. Поэтому реализация даже тех самых 14-дневных сроков, она была сделана таким сложным образом, что лучше туда не лазить сейчас. Вот правда. Потому что, я вам просто скажу, вы хотите изменений в сроках, они понятны, удобны. В общем, разъяснения, можно сказать, даже так, можно рассматривать, но как только я начинаю думать, сколько у нас займет по времени внесение технических изменений, я понимаю, что ну вы еще года 2-3 будете продолжать работать с предыдущими сроками, даже если кто-то придет к решению эти сроки увеличить. Потому что очень много легоси. Плюс незаконченные другие задачи, которые нужно техническому центру интернет закончить до того, прежде чем подходить к вопросам изменений жизненного цикла, подходов ко всему прочему, изменений типов протоколов и так далее. Потому что, например, до сих пор еще есть сложности с переездом с одного типа СУБД на другой тип СУБД. Поэтому вот нужно всегда очень аккуратно хотеть чего-то. Спасибо большое, Юрий. Конечно, это то, что сейчас было озвучено, это лишь повод для дальнейшей правовой и технической дискуссии. То есть вот эти проблемы, это проблемы правообладателей, безусловно. И поэтому наша, я считаю, совместная задача как раз найти те возможности с технической и юридической части, которые позволяют усовершенствовать систему сейчас, через два года, через десять лет. Это совершенно не принципиально. Главное, чтобы такие задачи перед нами стояли. Может, сейчас мы там приведем или через год, или через два в соответствии какие-то моменты по требованиям. Да, или просто будем это держать в голове, когда статус нормативного правового акта придадут этим правилам, чтобы туда это включить. то есть это повод для обсуждения. Мы готовы, безусловно, всеобъемлюще в этом обсуждении участвовать и с точки зрения технических вопросов, естественно, это все учитывать. Конечно, спасибо вам большое. Спасибо, коллеги, за дискуссию. Я вот единственное могу сказать, что на самом деле положение периодически встречает какие-то предложения о том, что его необходимо изменить, но мне кажется положение можно хвалить хотя бы потому, что на самом деле оно создало предпосылки для понимания, что доменное имя это все-таки нечто, представляющее собой ценность, потому что когда оно было первоначально разработано, что такой домен не понимали судьи вообще и в принципе это вот стало программой для империи зла Координационного центра, чтобы объяснить как бы судейскому сообществу, что уже такой домен, почему он ценен и почему не надо все отдавать правообладателю, потому что правообладатели часто правы и нарушения конечно встречаются, но тем не менее положение, оно как бы его ценность именно в этом, что оно доказывает, что доменное имя нуждается в защите правовой как бы и наряду с товарным знаком, который защищен законодательно, доменное имя оно только упоминается вскользь, как разновидность способа адресации и все. Поэтому вот сегодняшнее дело, да, сейчас я известное всем по Уэлберис, которое касается как раз доменных имен и там будет решаться вопрос, является ли доменное имя имуществом или нет, оно крайне интересно для всех доменеров, но повторюсь, что основа для того, чтобы вот эти вопросы решать, все-таки положила, наверное, положение рассмотрения споров. Поэтому, представляю слово, Сергей Саныч, он еще хочет что-то добавить. Да, в Тонн Марине и Сане я хочу похвалить положение о спорах, да, и вообще раздел об этих спорах, потому что раньше, напоминаю, где-то там, ну, примерно 12 лет назад не было положения о спорах, а был раздел в правилах, посвященный, посвященный спорам о доменных именах. Это потом уже это выродилось в отдельное, переродилось в отдельное положение о спорах, а все вместе существует это там больше 20 лет. А вот, хотел сказать, чем хорошо, что это положение о спорах и раздел о спорах показал огромную роль и возможности саморегулирования, когда большой кусок правоотношений ушел в договоренности в обычаи делового оборота, как угодно это назовите, договоренности, которые до последнего времени государством даже не трогались, и государство пошло по пути как бы фиксации фиксации этого саморегулирования. То есть с этой точки зрения, конечно, положение о спорах и в доменной сфере дало неоценимый огромный опыт. Спасибо. Ну, в общем, мы похвалили положение и как бы признали, что даже в общем-то сегодняшнем виде это результаты в общем-то юристов и технорей, потому что действительно регистрация доменных имен это не просто внесение в реестр, как мы привыкли, то в общем-то даже реестр недвижимости вызывает много вопросов, которые в общем-то не такой большой реестр доменных имен, система доменных имен, вернее, она огромная, и просто так вненосить изменения во всю систему, как бы это процесс ну, крайне сложный, поэтому я думаю, что это как раз тот случай, когда технические возможности должны тоже учитываться при разработке и легальных норм, которые позволяют что-то вводить в пробовое поле, поэтому в общем-то тут мы услышали координационный центр, который объяснил нам эту ситуацию с положением, я считаю, что оно однозначно хорошее, но на самом деле полезное, и действительно те нюансы, которые не позволяют его менять исходя из потребностей, может быть, реально потребители и правообладатели, они считают, что оно может быть легко изменено, потому что ими ощущается эта потребность, на самом деле не всегда и нормативные акты так реагируют на потребности, иногда потребности они сиюминутные, а изменение положения, оно предполагает все-таки длительный период, поэтому, наверное, при том, что я соглашусь, что надо менять некоторые подходы, более четкими, более определенными их делать, наверное, много вопросов должно быть адресовано даже не в положении, а все-таки к формирующейся судебной практике и судам, которые должны более едино подходить к решению, к вынесению решения и, в принципе, слышать те идеи, которые идут от технических сообществ, потому что по поводу указания классов МГТУ говорилось достаточно давно и то, что регистраторы не могут вносить в систему ограничений именно касающихся каких-то классов, просто реестр доменных имен не предназначен для этого и здесь определенность достигнута быть по определению не может, но это невозможно технически исполнить. Как раз наоборот, здесь юристы должны прислушиваться к невозможности исполнения судебного решения и снимать это требование об указании обязательных классов МГТУ, на мой взгляд, потому что мы это очень долго обсуждали, просто сейчас спущено на тормозах, но на самом деле проблемы, конечно, существуют. Если никто ничего не хочет добавить, буквально чуть-чуть добавлю, я с вами полностью согласен, что это сложная работа, и мне кажется, что нам совместно и к координационному центру, который присутствует в НКС при СИПе, нужно вот эти мысли до судей тоже доносить, потому что одно дело, когда адвокат юрист будет в каждом судебном процессе там доказывать тройки судей в СИПе, а другое дело, когда все-таки будут препятствовать принятию таких рекомендаций НКС, которые технически нереализуемы. Да, вот тоже я хотел бы обратить на это внимание. Сергей Александрович, насколько я знаю, он активный участник научно-консультативных советов и периодически свою точку зрения доносит, когда она ставится на повестку дня, поэтому я думаю, что суд по интеллектуальным правам в курсе проблем, другое дело, что суд по интеллектуальным правам тоже не очень быстро решает возникающие вопросы, в принципе, у них не один, а достаточно много, и поэтому я думаю, что рано или поздно, наверное, все-таки мы дождемся какого-то более четкого указания СИПа по поводу как раз класса МГТУ. Пока они свою позицию не поменяли, но мы, в общем-то, надеемся. Другое дело, что, может быть, нам больше надо будет усилий приложить, еще дополнительные какие-то, но мы тоже по поводу этого подумаем. Вот, спасибо большое. Поскольку у нас вопрос... Илья, большое спасибо за доклад, большое спасибо за поставленные вопросы. Мы, в принципе, на самом деле рады слышать вопросы, потому что мы периодически внутри Куарнет все обсуждаем, и какие-то вопросы на доработку, на подумать, мы их с тебя обязательно ставим. И вот, как вы слышите, наверное, что многие из них, то, что вы озвучили, они обсуждались у нас внутри, мы, в общем-то, в курсе. И действительно благодарны, когда нам до нас доносят какую-то интересную точку зрения, тем более, когда это зарубежный опыт. Поэтому большое вам спасибо. Мы будем рады, когда мы будем что-то практическое решать, обязательно к вам обратимся за помощью и за использованием ваших материалов. Спасибо. И мы продолжаем нашу сегодняшнюю тему, касающуюся доменных имен. И у нас еще один доклад по поводу как раз взыскания компенсации и убытков в доменных спорах. Расскажет нам об этом Никита Мальцев, патентный поверенный, юрист и юридическая фирма «Городинские партнеры», кандидат юридических наук. Никита, вам слово. Марина Александровна, спасибо большое. Вначале небольшой технический момент. Видно мою презентацию? Да. Все, отлично. Давайте тогда будем двигаться. Я вначале хотел поблагодарить большое, сказать большое спасибо за то, что пригласили сегодня поучаствовать. Мне кажется, были очень интересные дискуссии. Я рад, что мы услышали и ту, и другую точки зрения, на такие актуальные вопросы касательно формировки исковых требований относительно сроков по обеспечительным мерам. Это у меня вызывает искренний интерес, поэтому я предыдущих докладчиков всех, кто выступал хочу поблагодарить. Моя тема в конце уже нашего заседания такая довольно прозаичная, кажется, взыскание компенсаций и убытков в доменных спорах. Структурно рассмотрим, постараемся довольно кратенько это сделать, три вопроса. Во-первых, посмотрим, какие у нас есть тенденции судебной практики сейчас, какие есть максимальные размеры компенсации, есть ли какие-то тенденции по снижению или наоборот по увеличению компенсации в рамках доменных споров. Рассмотрим факторы, которые влияют на размер присуждаемой компенсации на примере конкретных решений и в принципе посмотрим на такую общую выборку судебных решений, в которых суды упоминают те или иные факторы, повлиявшие на их решение относительно размера компенсации. И третий раздел рассмотрим возможность искания убытков по этим спорам, что является таким довольно экзотичным мне кажется моментом. Итак, в какой ситуации мы находимся сейчас? В принципе судебная практика в России по доменным спорам имеет не так много, но вот у меня на слайде привело несколько примеров, это конечно не всеобъемлющая выборка, наверняка мы можем найти таких решений еще больше, но мне кажется они просто такие яркие интересные, когда размер компенсации, который был изначально заявлен в исковом требовании, он не был снижен судом и остался в максимально большом размере. то есть я выделил специально еще цветом три спора под оменом большой точками онега гипертоники полимер тепло которые взыскали почти максимальный размер компенсации где-то это было почти 5 миллионов рублей где-то 5 миллионов рублей это значительные суммы и я думаю для правообладателей которые стремятся взыскать какую-то компенсацию это хороший пример по аргументации по анализу тех факторов которые приняли во внимание суды однако в целом если мы посмотрим на тенденции судебной практики здесь вот я пользуюсь некоторой подборкой которую за меня сделали коллеги до этого это такие судебные решения где-то с 12 по 19 год в которых мы видим о том что несмотря на то что правообладатели продолжают заявлять довольно высокие суммы компенсации по 3 по 5 миллионов рублей где-то по миллиону суды стабильно стремятся их снизить это снижение в 100 раз в 33 раза в 15 в 10 раз что конечно требует тоже анализа с точки зрения того что если мы пытаемся сами взыскать да ту или иную компенсацию то нам надо анализировать факторы которые принимают во внимание суды и что повлияло на решение судей вообще в целом на то чтобы такую компенсацию снизить вот и не надо думать что эта выборка она она была сделана до 19 года она не отражает текущее положение по-настоящему и сейчас если проанализировать текущие судебные споры то мы тоже увидим что чаще всего суды продолжают снижать размер компенсации присуждаемой за нарушение прав ну чаще всего это прав на товарный знак вот в качестве примера я привожу недавнее постановление суда по интеллектуальным правам которое касалось товарного знака приведен на слайде это торговый центр Мадагаскар правовладатель этого товарного знака обратился в суд с требованием о прекращении нарушения прав на товарный знак причем нарушение было не только в домене но оно еще использовалось там на вывесках коммерческих предприятий использовалось там в интернете различными способами ну и в том числе было требование которое касалось именно домена это запретить ответчику использовать спорный товарный знак и доменное имя madagascar.ru изначально сумма была заявлена максимально большая это 5 миллионов рублей однако суды признали справедливой и соразмерной суммой компенсации 500 тысяч рублей то есть снизили в 10 раз интересно почитать почему суды пришли к такому выводу и здесь если мы открываем судебное решение и смотрим почему суд пришел к таким выводам то это у нас мне кажется больше даже вызовет вопросы то есть суды буквально пишут о том что учитывая все обстоятельства дела характер нарушения тот факт что товарный знак использовался различными способами как я уже упомянул это не только доменное имя в чистом виде учитывая тот факт что ответчик после получения претензий не прекратил сразу нарушение а продолжал использовать товарный знак продолжал получать прибыль делал это длительно делал это масштабно суд даже привел о том что товарный знак был использован различными 18 способами что это был прямой умысел для унарушителя вот когда ты все это читаешь мне кажется что суд должен сделать вывод о том что поэтому заявленный размер компенсации является разумным и справедливым однако вывод в конце совершенно иной что справедливость размером суммы компенсации будет в размере 500 тысяч рублей то есть суд здесь не обосновал почему он снизил снизил в 10 раз он просто обосновал почему вот эта сумма 500 тысяч рублей будет соразмерной и справедливой я думаю что вот эти тенденции о которых я сказал судебной практике о том что суды чаще снижают размер компенсации они скорее всего сохранятся и так это в целом охарактеризовать просто текущую ситуацию почему мне кажется и правообладатели скорее всего в текущих обстоятельствах возможно не будут стремиться к тому чтобы заявлять большой размер компенсации в своих исковых требованиях если это как бы все эти факторы они могут быть не актуальны в той или иной ситуации но в целом я бы хотел обозначить просто как мы знаем в случае если нам значительно снижают размеры компенсации у нас может возникнуть риск пропорционального распределения судебных расходов несмотря на то что в последнее время в судебной практике в частности я привожу на слайде в подвале слайда ссылку на постановление конституционного суда в котором этот вопрос рассматривался были сделаны выводы что не всегда значительно снижение размеров компенсации в частности когда она уже была заявлена минимально возможном размере и была все равно снижена судом что это должно приводить к пропорциональному распределению судебных расходов все равно этот риск существует и поэтому надо понимать что если нам компенсацию снизят в сто раз с пяти миллионов до 100 до 10 тысяч рублей и так далее то это для нас имеет такой отрицательный фактор и я уже очень подробно об этом говорил я его поддерживаю по-настоящему в этом плане в части увеличения сроков что касается того что предъявление имущественных требований оно требует от нас соблюдать претензионный порядок и с учетом того что иногда действительно у нас в доменном споре основное желание правообладателя это скорее всего не столько взыскать компенсацию сколько сделать так чтобы вот этот спорный домен перешел в его управление в администрирование поэтому здесь важен иногда фактор внезапности в том контексте что иногда правообладатели не хотят заранее направлять претензию для того чтобы посмотреть на реакцию и так далее потому как возможен такой вариант что ответчик сделает различные действия которые сделают в результате которых нам будет сложно исполнить судебный акт в полной мере из-за этого из-за этого часто правообладатели прибегают к такой схеме что мы сначала получаем обеспечительные меры начинаем договариваться иногда не успеваем идем в суд получая там обеспечительные меры уже судебного плана и там заключаем мировое соглашение по итогу которого мы договорились если у нас нету цели взыскать компенсацию то у нас необходимость соблюдения претензионного порядка понятное дело не сильно беспокоит а если такая цель есть то да мы тут вынуждены либо сначала получать решение в котором суд признает нарушение наших прав и отдельно запускать процесс либо пытаться как-то два процесса объединить но тут есть свои процессуальные сложности в общем в этом контексте здесь есть свои сложности как вы знаете недавно увеличились размеры пошлин я честно говоря не думаю что это сильно будет оттругивать правообладателей но тем не менее то есть для сравнения если на сумму 5 миллионов рублей сейчас требуют уплаты госпошлины 175 тысяч рублей ранее это было значительно меньше ну и как тоже упомянул я в частности иностранным правообладателям сейчас сложны фактически очень присуждаемые суммы эти требования которые касаются открытия спецсчетов и так далее это соответственно повлияет на то что конкретно вот такая категория правообладателей она вряд ли сейчас будет заинтересована в узыскании компенсации особенно в крупных размерах давайте посмотрим на факторы которые вообще влияют почему я говорю 5 миллионов рублей что это максимальный размер вообще что принимают во внимание суды когда решают вопрос о размере компенсации если мы обратимся к статье 1515 гражданского кодекса мы увидим что у нас всем известно есть три способа расчета компенсации первый это твердая денежная сумма 10 тысяч до 5 миллионов рублей а далее это такие варианты как двукратный размер стоимости товаров или двукратный размер стоимости права использования исходя из средней цены за промерное использование товара на знак я думаю что нам всем очевидно что второй способ расчета двукратной стоимости товаров никак не подходит можно теоретизировать о том что появится когда-то правообладатель который будет заключать лицензионные договоры и один из способов использования это будет указано как использование товарного знака в домене но я думаю что это маловероятно и хотя есть просто фактических обстоятельств поэтому конкретно под доменным спором под взыскание компенсации я такой пример не нашел и в этом контексте мы можем с вами ориентироваться только на первый способ расчета это твердая денежная сумма от 10 тысяч до 5 миллионов рублей тут важно упомянуть что в пункте 61 того самого постановления кленума который мы сегодня уже обсуждали 19 года сделан важный тезис о том что мы не можем просто так каждый раз заявлять максимальную сумму компенсации надеюсь что суд уже сам посчитает может быть снизит сильно или не сильно нам надо представить обоснование размера взыскиваемой суммы которая подтверждала бы соразмерность требуемой нами суммы компенсации допущенному нарушению за исключением когда мы взыскиваем с вами минимальную сумму в 10 тысяч рублей соответственно несмотря на то что компенсация является альтернативной альтернативой о взыскании убытков которые требуют очень внимательного подхода к расчету к доказыванию к представлению четких доказательств по причине слицинной связи четких доказательств по размеру нам все равно надо обосновывать так или иначе размер требуемой нами компенсации с точки зрения того что она является соразмерной разумной справедливой и так далее если обратиться не столько к доменным спорам сколько к общим положениям которые в этом же постановлении пленума у нас были отражены относительно компенсации относительно тех факторов которые суды должны принимать при решении вопроса о том какого размера должна быть компенсация то здесь мы можем увидеть следующие факторы или критерии во-первых нам надо учитывать обстоятельства связанные с объектом нарушения например его известность публики но здесь в плоскости доменных споров мы можем предположить о том что если происходит нарушение прав на общеизвестный товарный знак то есть некоторая логика в том что размер взыскиваемой компенсации должен быть выше характер допущенного нарушения это срок незаконного использования наличие степени вины нарушителя то есть было ли это грубое нарушение был ли прямой умысел у нарушителя и так далее вероятные имущественные потери у правообладателя это тоже важный фактор который как раз нам дает фактуру в плане цифр мы можем посчитать представить доказательства о том что понесли некоторые имущественные потери ну и являлась вообще само по себе вот эта деятельность по регистрации доменных имен существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя и так далее главным образом нам еще надо помнить о том что в целом как бы есть критерии о том что суд принимает решение всегда о размере компенсации исходя из принципов разумности и справедливости а также соразмерности компенсации последствия нарушения давайте посмотрим как вот эти критерии и как в целом старался схематично представить очень условно сгруппировал как они отражаются в судебной практике именно подменным спором на что обращают суды сейчас я их приведу в целом наверное сделаю некоторые комментарии точечные а потом рассмотрим на примере вот судебных решений тех самых где удалось изыскать максимально возможный размер компенсации в первую очередь мы можем сказать и сделать вывод о том что у нас доменные споры тоже как вы понимаете бывают разными бывает в том что наши конкуренты условно говоря регистрируют на себя домен и ведут явно деятельность которая наносит нам ущерб это ясность того что на этом сайте к примеру под этим доменным именем предлагается продажа однородные товары это явно влечет для нас учебных нашим интересам там представлена недостоверная информация о нас или о нашей связи с администратором домен и так далее то есть я в целом хочу подчеркнуть что такие факторы как характер допущенного нарушения объем реализованного товара с использованием доменного имени наличие на интернет сайте на доменном имени предложение продажи контрафактных товаров введение в заблуждение клиентов правообладателя относительно как я уже сказал там взаимосвязи администратора и правообладателя представление какой-либо иной недостоверной информации это все влияет на то чтобы сумма компенсации там была выше если эти факты имеют место быть далее те же самые общие критерии которые были упомянуты у нас в постановлении пленума к примеру длительность неправомерного использования спорного доменного имени степень вины нарушителя наличие сведений о ранее совершенных нарушений исключительных прав и поведение ответчика в целом то есть если он уклоняется от новостранения нарушений в досудебном порядке как он себя ведет после того как получил претензию это тоже все может влиять на размер компенсации и в целом для того чтобы доказать именно серьезный размер и не быть голословным надо в суде постараться представить как можно больше доказательств которые бы подтверждали наши вероятные убытки как правообладателя товарного знака в данной ситуации ущерб который был принесен нашей деловой репутации ущерб в виде неполученной выгоды ну или наоборот если мы сможем это доказать какие-то убытки которые мы понесли это влечет снижение размера компенсации ну и в целом нам всегда надо руководствоваться тем что компенсация должна быть разумной справедливой и соразмер это общий критерий давайте посмотрим на то какие аргументы может быть повлияли на суд вот в принятии решения о взыскании компенсации почти 5 миллионов рублей по товарному знаку большой соответственно в чем была фабула дела у нас есть большой театр да этому правообладателю принадлежит как общеизвестный товарный знак так и ряд иных товарных знаков они имеют разные очертания в том числе написанные в виде кириллица и был соответственно домен большой.ми на этом сайте продавались билеты в большой театр но при этом с большой накруткой этот сайт соответственно никак не имел отношения к большому театру непосредственно сначала суд первой инстанции снизил значительно размер компенсации и добиться увеличения размера удалось уже в апелляционной инстанции в частности вот в постановлении 9 арбитражного апелляционного суда приводятся следующие доводы о том что суд первой инстанции не учел объем неправомерной выгоды которую получил ответчик при незаконном использовании товарного знака и откуда он взял вот этот вывод об неправомерной выгоде о том что эта выгода усматривается из представленной на сайте информации о стоимости билетов реализуемых ответчиком с помощью интернет-страницы и как я уже сказал цены предлагаемых билетов они существенно то есть в среднем полтора-три раза превышали стоимость билетов тех же характеристик которые реализовывались непосредственно большим театром что свидетельствовало о значительном объеме неправомерной получаемой выгоды и вот в этом контексте суд сделал вывод о том что размер компенсации является разумным спроригированным и увеличил ее до почти 5 миллионов рублей не такая подробная мотивировка сдержалась в восстановлении фаз Дальневосточного округа где тоже был присужден размер компенсации 5 миллионов рублей но здесь суд подчеркнул о том что он учитывал что реализация сторонами однородных товаров происходит и это создает угрозу нарушения прав истца так как может ввести не точнее вводит заблуждение потребителей выпускаемой ему продукции и является препятствием для того чтобы самому использовать свой товарный знак сети интернет и реализовывать свое право таким образом далее еще по одному домену относительно полимертепло.ру здесь была какая ситуация то есть фабула дело в том что есть группа компаний если не ошибаюсь она так и называется полимер тепло которая реализует разного рода продукцию в том числе это были товары если не ошибаюсь 17 класса сейчас по памяти вспоминаю разного рода трубы и так далее ну и ответчики они зарегистрировали соответственно себя домен полимертепло.ру потребители которые в интернете в поисковике вбивали полимер тепло для того чтобы найти там продукцию под соответствующим товарным знаком в первую очередь попадали на этот сайт который принадлежал неправообладателю товарного знака и там содержалась информация о том что мы предлагаем аналоги продукции компании полимер тепло и они вроде как ничуть не хуже по характеристикам покупайте у нас поэтому как бы с учетом вот этой совокупности факторов суд пришел к выводу об умышленном характере нарушения и недобросовестном характере действия ответчиков соответственно истец он в свою очередь представил значительное количество доказательств относительно того сколько он потратил на маркетинг на продвижение своей продукции на рынке на то сколько он потратил на рекламу и так далее и прочее и представил доказательства что его продукция его товарный знак является известной и суд сделал в конце концов вывод о том что с учетом вот этой высокой степени известности продукции товарного знака истца следует исходить из того что преимущество ответчик для продвижения своей продукции получил фактически обратив свою пользу существенные вложения истца в известность продукции и высокое качество поэтому они получается как бы сохранили свое имущество не потратив аналогичные суммы на рекламу и продвижение но при этом получили дополнительный доход за счет продажи продукции со спорного домена с интернет сайта под спорным доменом то есть вот эти факторы были учтены и это тоже повлияло на то что суд счел размер компенсации справедливым и разумным возможно взыскание убытков здесь вот интересно относительно того можно ли взыскать убытки я честно признаюсь когда мы заявили эту тему я сначала подумал о том что не знаю ни одного спора где бы суд действительно взыскал убытки и мне было интересно при подготовке к сегодняшнему докладу соответственно поискать эту практику и сделать по ней какие-то выводы если мы обратимся к пункту 159 постановления 19-го года то мы увидим о том что в целом даже постановление указано о том что требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака в доменом не может быть заявлено однако мне в итоге анализ практики привел к опенсационному результату мне в итоге не удалось найти какого-либо решения в котором бы суд действительно позволил истцу вместо компенсации взыскать убытки удовлетворил это требование есть вот характерное решение постановления суда по интеллектуальным правам 23-го года когда правообладатель обратился в суд с требованием именно обзыскания убытков в размере 300 тысяч рублей за нарушение исключительно прав на его товарные знаки в доменном имени дверь строймаш.ру что интересно до этого у них был уже у них я имею ввиду сторон то есть это были те же самые стороны листы и ответчики уже прошел спор и нарушение прав на товарные знаки было установлено вступившим в законную силу судебными актами но взыскана компенсация как я понимаю не в том размере на котором естественно рассчитывал то есть компенсация была взыскана всего лишь в размере 50 тысяч рублей и в итоге суды отказали удовлетворение требований обзыскания убытков по двум причинам первая причина которая была описана в решении о том что истцом не представлены там были реальные доказательства документальные относительно размера упущенной выгоды там не были представлены доказательства тезис у истца был такой что заходя на этот домен да спорный там потребителям соответственно могли переориентироваться и купить другую продукцию но этот тезис ничем не был подтверден и поэтому суд считал посчитал его недоказанным но второе мне кажется это самостоятельное основание основное для отказа удовлетворения требований о том что истом ранее уже было реализовано право на взыскание компенсации в судебном порядке а взыскание как компенсации так и убытков одновременно за одно и то же правонарушение оно невозможно и не предусмотрено действующим законодательством поэтому в этом контексте это лишний раз подтверждает вот этот тезис о том что сначала просудиться и получить компенсацию а потом попробовать взыскать убытки не получится есть интересное решение в котором истцу удалось взыскать не только компенсацию но и убытки но здесь суд взыскал компенсацию в размере 500 тысяч рублей а дополнительно взыскал возмещение убытков причиненных распространением сведений сведений порочащих деловую репутацию истца тоже в размере 500 тысяч рублей ну то есть другими словами здесь были взысканы убытки но по другому основанию это можно помнить потому что если нарушением наших прав является не только сам по себе факт регистрации домена наличие этого домена но и распространение каких-то недостоверных сведений на сайте это может повлиять для нас возможность взыскивать компенсацию отдельно за нарушение наших индивидуальных прав так и вот к примеру требования возместить убытки за распространение сведений которые порочат нашу деловую репутацию завершая доклад давайте еще раз пройдемся по основным выводам которым я пришел анализируя практику по данному вопросу то есть суды чаще всего снижают размер заявленной компенсации высокая вероятность что эта тенденция сохранится тем не менее есть примеры успешных дел на которые стоит ориентироваться сам по себе размер присуждаемой компенсации он зависит от многих факторов которые стоит учитывать при обосновании взыскиваемой суммы ну и к этому процессу к тому что нам надо обосновать сумму компенсации особенно когда мы заявляем соответственно от 10 тысяч до 5 миллионов рублей надо подходить максимально ответственно и стараться в общем представить максимальное количество доказательств которые бы убедили суд в том что размер взыскиваемой компенсации нами требуемый точнее размер компенсации является разумным справедливым и соответствует ряду других факторов само по себе требование о возмещении убытков доменных споров это большая редкость ну по крайней мере мой предварительный ресерч не выявил на значительном количество дел и высокая вероятность отказа в удовлетворении требований но это такая общая тенденция что ли которая у нас характерна для всех споров о защите интеллектуальных прав как вы знаете как правило редко когда у нас в принципе требуют взыскать убытки чаще всего это именно взыскание компенсации спасибо большое за внимание буду рад обсудить если есть какие то вопросы ко мне большое спасибо никита на самом деле очень интересный обзор потому что я честно говоря не видела этого дела взыскания убытков и зашение деловой репутации крайне интересный подход даже вот я наверное почитаю потом это дело действительно чтобы максимизировать наверное получаемые судебные выплаты нужно подходить творчески вот я как бы всегда за творчество что в законодательных законопроектных работах что в разрешении судебных споров здесь действительно интересный подход и надо наверное взять его на вооружение потому что я честно говоря не встречалась с таким с вашими тезисами абсолютно согласна и мне кажется однозначно вот по доменному спору можно сделать вывод что доказать само нарушение это не такая уж проблема а вот обосновать взыскиваемые раз взыскиваемые убытки размер компенсации это очень проблематично и по итогам в принципе как вы наверное подтвердили суд всегда вангует как бы вот вангует такая-то сумма вот не 543 тысячи там а вот именно 500 тысяч не центом больше вот поэтому да я здесь тоже полностью с вами соглашусь что практика здесь очень устойчивая но с другой стороны очень часто и когда обращаются за взысканием такую крупную сумму компенсации обосновывают тоже очень условно то есть они доказали объясняют какими в общем-то доказательствами пришлось работать что это доказывает действительно деятельность правонарушения что это доказывает допустим многочисленность нарушение но при этом сама сумма которая должна отвлечь в основу она не разъясняется суду и суд уже тут в общем-то берет на выражение собственные догадки и поэтому такие вот действительно глобальные я бы так сказала снижения с другой стороны как бы 5 миллионов это все-таки крупная сумма для того чтобы в общем-то наверное приложить больше силы обосновывая вот ее размеры именно в арифметическом исчислении не просто сказать что 5 миллионов вот прямо вот мы точно закроет наши прорехи в бюджете а вот 500 тысяч нет ну как бы действительно должен быть расчет который подтверждается арифметически а не просто ссылками на то что было нарушение оно длительное оно злонамеренное оно отличается виной это конечно недостаточно здесь я с вами соглашусь коллеги кто-то хочет что-то прокомментировать да Илья если можно я буквально очень коротко хотел по двум моментам прокомментировать первый момент это вот этот риск уйти в минус да если заявить большую компенсацию ее сильно снизят и есть риск распределения судебных расходов когда вроде как можно уйти в минус я хотел бы сослаться я не могу расшарить но я прочитаю пункт 47 обзора судебной практики Верховного суда номер 2 20-го года он утвержден президиумом Верховного суда 22.07.20 вот в этом пункте 47 как раз рассматривается ровно такая ситуация заявили много снизили и получилось что расходы на представителя ответчика оказались больше вот той суммы которую получил правообладатель в качестве компенсации и здесь суд пришел к важным выводам которые на мой взгляд все-таки позволяют не бояться вот таких ситуаций во-первых суд указал что подобное подобное действие вот этот уход минус не соответствует требованиям справедливости равенства и соблюдениям баланса прав и законных интересов сторон подобная ситуация противоречит пункту 4 статье 1 ГК согласно которому никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного и недобросовестного поведения не препятствует правообладателю защищать свое нарушенное право в судебном порядке и кроме того это нарушает задачи производства которые в статье 2 АПК перечислены вот поэтому я считаю эту практику нужно развивать придерживаться ссылаться в таких ситуациях и мне кажется все-таки ну вот этот риск уйти в минус он по крайней мере таких дел не должно таких дел не должно быть и второй момент просто я хотел проговорить про два способа расчета компенсации в твердой денежной сумме до 5 миллионов рублей в двойной стоимости контрафактного товара почему по доменным спорам нельзя вот этот двойной размер заявлять потому что там обязательным условием является наличие самого контрафактного товара то есть физического существования в материальном мире на это суды в нескольких высшие суды в нескольких своих постановлениях указывали поэтому в доменном споре по сути если вот не происходит глубокого анализа содержания сайта если не производится проверочных закупок то действительно следует все-таки сконцентрироваться на не то что сконцентрироваться а выбрать именно тот способ расчета который предусматривает до 5 миллионов рублей если же дело более масштабное производится проверочные закупки устанавливаются возможно при помощи полиции там по 1410 КОАП факты наличия вот этого контрафактного товара то здесь возможно и двукратный размер нужно помнить что у полиции эти полномочия по 1410 отобрали теперь это будет Роспотребнадзор Росздравнадзор Федеральная таможенная служба посмотрим как это все будет работать спасибо я спасибо большое за ценные комментарии я с вами соглашусь я с вами соглашусь вот и относительно пропорциального распределения судебных расходов мне удивило сегодня перед докладом пытался поискать свежую практику для того чтобы посмотреть позицию судов и на удивление и многих решений в том числе суда по интеллектуальным правам все еще вижу отсылки вот к этой справке если я не ошибаюсь тоже какая-то была справка СИПа первоначально которая подтверждала вот этот тезис относительно пропорционального распределения судебных расходов мне кажется что это не говорит о том что ваш тезис не верен наоборот то есть я с вами соглашусь что сейчас этот риск он снижается по сравнению с тем что было раньше есть на что ссылаться для того чтобы аргументировать в суде но в общем тем не менее я бы посчитал возможным все еще оставить там тезис на слайде потому что мы по крайней мере могли с вами его обсудить спасибо спасибо большое коллеге на самом деле полезный очень обзор потому что показывает что дела они не отнюдь не однозначные не едины в своем порыве так сказала взыскать сумму а все таки действительно стороны пытаются как-то отойти от привычной дорожки не знаю как на это суды реагируют наверное не очень позитивно но тем не менее как бы хочется все таки чтобы дела были не под копирку а позволяли разрешать их не с меньшей легкостью для судов но по крайней мере с большей понятностью потому что не все суды в общем-то не все судьи осознают ценность доменного имени и не всегда судебные решения соответствуют тем в общем-то подходам которые на сегодня уже сложились правила отношения домена какой-то имущественной ценности поэтому будем накапливать практику спасибо что в копилку нам положили еще несколько интересных дел будем на них тоже ориентироваться потому что в общем-то обзоры по домену спорам они крайне разнообразны вот я тут хотела кстати вспомнить статью Екатерины Евсеева которая сегодня присутствует только что журналист по институтуальным правам опубликован ее обзор как раз по домену спорам она являясь в общем-то сотрудником координационного центра находится на стрее практики и действительно знает о чем пишет и пишет очень интересно поэтому рекомендую обзор почитать я думаю что Катя наверное хотела мне сказать спасибо я понимаю на самом деле практика все-таки у нас формируется и мы сегодня это уже несколько раз отмечали поэтому я думаю что мы в общем-то тоже прилагаем к этому усилию наше сегодняшнее заседание оно тоже в копилку положило определенные позитивные идеи может быть какой-то толчок кому-то поразмышлять дополнительно поэтому я очень благодарна сегодняшним спикерам которые пришли и нашли время подготовиться и интересные доклады нам представить большое вам спасибо и я очень рада была сегодня вас услышать и увидеть разумеется тоже большое спасибо всем присутствующим нашим членам комитета потому что вы тоже находите время очень приятно что наш комитет собирается я думаю что следующее заседание наверное в декабре проведем сейчас будем набирать вопросы и я думаю что может быть опять доменной теме нашей любимой вернемся поэтому с учетом того что мы обсуждаем периодически возвращаемся к тем докладам которые мы уже прослушали нам это очень нравится и мы это сохраняем на сайте клаба на этой наверное радостной ноте я хотела бы всех поблагодарить поблагодарить также нашего бессменного администратора руководителя нашей записи трансляции Алексея Мурзова который нам всегда помогает держит нас в тонусе не дает проводить какие-то технически некачественные заседания поэтому тоже большое спасибо потому что он действительно способствует тому чтобы у нас все было замечательно и фирмы выходили своевременно и качественно на этой радостной ноте я хотела всех поблагодарить спасибо большое кто нас сегодня слушал смотрел всем хорошего вечера и до новых встреч